покажу вам свой мини офис если кто-то еще не подписался на канал самое время ребят погнали ребята всем привет недавно было обновление таксометра что сказалось явно на работе и тот аппарат на котором я работал это redmi 7 xiaomi вообще можно сказать потух раньше как пример в зоне минимум делал по восемь штук за два часа что опять же кто-то говорит нереально после обновления еле-еле там делаю 4 явно есть какая-то проблема я начал спрашивать у народа у кого-то уже xiaomi запускать голосование значит в инстаграме и оказалось что не у меня у одного такая проблема у кого-то из регионов даже было оповещение от яндекса о том что xiaomi будут там какие-то проблемы лучше там сменить телефон на другой сейчас я буду работать на samsung g3 благо что он у меня есть старенький и сейчас я покажу как настроить его чтобы не было никаких глюков он работал нормально ну и вообще зачем такие настройки телефон слабенький и нужно разгружать его оперативка для того чтобы он работал нормально ребят в разных телефонах настройки конечно могут называться по-разному но сейчас за пример мы будем брать samsung g3 поделим и это на пять пунктов все эти настройки как настроить телефон чтобы он не тормозил первый момент есть разные программы типа вот smart менеджера или очистки когда мы их используем порой слетает разные настройки значит одна из настроек которые порой уходит тот режим который нам не нужен это батарея с ее энергосбережением значит он должен быть у нас выключен второй момент это приложение изначально телефоне очень много всего лишнего что нам не нужно и что забирает оперативную память дополнительно либо кушать лишний интернет в программах где мы выбираем все приложениях видим много лишнего и удаляем сейчас я уже телефон почистил но до этого было много лишнего от гугла и вообще всяких там сторонних программ с обоими и тому подобным третье можно включить авто обновления в google play маркете чтобы даже в тот момент когда мы спим если появилось обновление таксометра но скачивалась и устанавливалась здесь нужно будет в скачивании приложения в настройках выбрать любая сеть то есть не только вай фай четвертый один из важных моментов это местоположение наша геолокация когда мы находим в методе обнаружения нужно ставить по всем возможным сетям то есть у кого-то стоит просто gps по умолчанию нужно что поставил gps вай фай и мобильная сеть тоже и пятый момент я советую перед работой также проверить все ваши устройства на полу последний пола ускоряет работоспособность телефона но и фактически его загрузка только поможет нам проверяем все в порядке все можем в принципе выходить на линию ну и в целом конечно периодически и потом советую обновлять кэш телефона и перед сменой перезагружать его если вы работали вчера надеюсь что не у всех телефоны xilomi потому что xilomi такая большая проблема случилась и может быть она когда-то решится следующими обновлениями но пока я буду есть старенький samsung g3 фактически эти настройки были для тех у кого слабые телефоны чтобы их разгрузить чтобы они работали быстрее и справлялись задачами таксометра